Обрезать или не обрезать фруктовые деревья? Мнения разделились. В классическом садоводстве однозначно обрезка нужна. Например, яблоню формируют, так скажем, с пеленок. Но в последнее время появились новые теории, основа которых такова. Умное дерево само знает, как ему расти, и не нужно вмешиваться в этот процесс. Очень удобная, кстати, теория. Никаких усилий. Ткнул дерево и жди, пока вырастет, и отблагодарит. И действительно растут, плодоносят. Вот только почему-то ветки под урожаем ломаются. Ну, это ж такие мелочи. Деревьев много, чего расстраиваться? Ну, рухнуло полствола. Но дерево-то умное, знает, что ему надо. А ведь даже небольшая сломанная ветка может стать причиной постепенной гибели дерева. Вот эта яблоня имеет высоту 9 метров. Ей больше 70 лет. Собрать яблоки с нее просто невозможно физически. Падая с такой высоты, они разбиваются. А если бы она была изначально правильно сформирована, то такой проблемы бы не было. А теперь даже сломанные ветки нет возможности убрать. Так и болтаются внутри крона на высоте, расселяя болезни и вредителей. Я с детства росла в садах. Сад был у моего деда, у свекра. Всю молодость я гуляла в садах Центрального ботанического сада и Мичуринского сада на ВДНХ. И везде обрезка была неотъемлемой частью выращивания здорового крепкого сада. Я уже показывала запущенные сады. Деревья страдают от трущихся веток, от загущенных крон, ломаются под тяжестью урожая. Яблоки мелкие и больные. А деревья, которые в молодости оформировали и в 70-летнем возрасте, дают отменный урожай здоровых крупных яблок. И 70 лет не предел. Показываю просто только то, что рядом со мной. Вот этой яблони больше 70. И этой тоже. Причем формировали их не всю жизнь, а только в первые годы, создавая крепкий и надежный скелет. Потом обрезка уже не нужна. Раз несколько лет санитарной вполне достаточно. Я думаю, приверженцы теории, что плодовое дерево не нужно обрезать, просто не видели старых садов. И то, что обрезка – неминуемая смерть дерева – это тоже миф. Специально для этого ролика я посетила Мичуринский сад. Он возник в 1936 году, еще до официального открытия ВДНХ. Здесь были посажены редкие и ценные сорта плодово-ягодных деревьев и густарников. Назвали сад в честь известного и талантливого селекционера. К сожалению, в 90-х, 2000-х годах Мичуринский сад, как и окружающие его павильоны, пришли в некоторое запустение. Но сейчас им снова начали заниматься. Так вот, яблони, которые сейчас вы можете там видеть, в саду не умерли от обрезки, а до сих пор живы. Это, конечно, не те, которые посажены в 1936 году, но, по моим подсчетам, и этим не меньше 50. Я помню, как в детстве мы лакомили здесь яблочками. И вот спустя 40 лет я снова в этом саду. Те же яблони. Заметно постарели, конечно. Чувствуется, что долгое время ухода за ними не было. Но они не умерли. Такие же крепкие. Со стороны кажутся молодыми, так как небольшого роста, но при формировании им заложили такую форму, что высокими они быть не должны. Теперь снова перенесемся в сад без обрезки. Вот так он выглядел совсем недавно. В прошлом году его обрезали. Посмотрите, как он отреагировал. Яблони ломятся от яблок, но ни одной сломанной ветки. И таких крупных здоровых плодов хозяева давно не видели. А теперь посмотрим, что становится со сломанной веткой через некоторое время. Вот эта яблоня пострадала от упавшей на нее березы. Мы первым делом удалили все обломки, замазали раны и восстановили разрушенный ствол. Но до одной ветки не смогли дотянуться. Ну что ж, ветку мы обрезали очень быстро. И теперь рассмотрим ее поближе. Вы видите, какие сюрпризы нас здесь ожидают. Просто пристанище для патогенной флоры. Срочно в костер. В своем ролике про обрезку я показала вот эту схему. Она подверглась жесткой критике садовода из Сибири. Я, мол, предлагаю обрезать молодое дерево. Оно обрастает новыми ветками. Я их снова режу и так далее. В результате абсурд – дерево без веток. Но это же не так. Да, действительно, после первой обрезки дерево обрастает новыми ветками. Из них мы выбираем нужные нам, а остальные удаляем. И так несколько лет. В результате сформирован жесткий скелет, который будет надежно держать урожай без сломанных веток. Ветви не загущают центр. Крона проветривается, хорошо освещена солнцем. Нет трущихся, перекрещивающихся ветвей. Дальше яблоня продолжает обрастать веточками. Она не остается такой лысой. Здесь просто показана ее сформированная основа. И еще было замечание насчет срока обрезки. Я обрезаю яблоню в Подмосковье осенью, в конце сентября, в начале октября. Когда листья начинают облетать, но еще нет морозов. Сибирский садовод считает эти сроки недопустимыми. Согласна, в Сибири, да, чем холоднее и суровее климат, тем раньше обрезка. Возможно, лучше вообще перенести ее на весну. Но в теплом климате все же лучше осенью. И еще обрезка нужна для более быстрого вступления яблони в подношение. Мне один подписчик написал, что ничего не обрезает и все прекрасненько. На 16-й год дождался своих яблочек. Зато они вкусные, крупные и красивые. Вот и эти мои крупные, вкусные и красивые. Только не на 16-й, а на 5-й год. 16 лет – это только очень молодому человеку кажется, что мало. А кто-то уже просто может яблочек и не дождаться. А яблони на современных подвоях вообще не долгожители. И стареют рано не потому, что их обрезали, а потому, что век у них короткий. Так что прежде чем вести споры, обрезать или не обрезать, нужно взять во внимание не только свой личный опыт, но и множество других факторов. В условиях Подмосковья я однозначно за обрезку. Хорошего вам урожая! Всего вам доброго! До новых встреч! До новых встреч!